Врач-фитотерапия Здравствуйте! Я врач-фитотерапия Диетолог Борис Качков Автор сотен видео в интернете на канале YouTube Десятка опубликованных книг Прошуров, научных статей А также более тысячи статей в газетах и журналах Сегодня решил написать новое видео И все будет хорошо Если вы знаете Что в большей мере поможет вам вылечить грипп Лечебное голодание Либо фрукторианство Рассматривая сообщения СМИ Увидел некоторые элементы паники Вместо методичного Объяснения, что делать в случае Необычного повышения температуры А по данным эпидемиологов Эпидемии гриппа практически на всей Территории Украины еще нет Но! Есть официально подтвержденные Десятки смертей От вируса свиного гриба И сколько еще не подтверждено Цифра может быть увеличена Несколько раз И как изменятся эти цифры При дальнейшем развитии эпидемии В таком состоянии паники Поэтому и решил написать это видео И напомнить важные предвестники Осложнений гриппа На которые практически не обращают внимания Иными словами Используя метод повторения Мать учения Показать вам основной алгоритм действий А согласно на мой взгляд Правильному алгоритму действий Если вы почувствовали Недомогание Или на ваш болезненный вид Обратили внимание окружающие Лучше на время выяснения причин И иных обстоятельств Надев маску Переместиться в более комфортные Домашние условия И вызвать врача Не к врачу нужно идти А врач должен идти к вам Это принципиальное значение Имеет Вы Потенциальный очаг Очень опасной вирусной инфекции И перемещаться в лечебное учреждение Заражая при этом по дороге Десятки пока здоровых людей Посидеть немножко в очереди Почихать Покашлять И просто поговорить с соседом О любых обстоятельствах Это способ разогревать эпидемию Поэтому Чем меньше контактов Будет у вас по пути домой Тем лучше Причем не только для вас Но и для окружающих В домашних условиях Можно применить Разгрузочно-диетическую терапию Если это было Ну накануне скажем Много выпито Либо съедено Либо реально начинается Простуда либо грипп Лучший вариант в обоих случаях Это фрукторианство И не следует с тоской смотреть в окно Да, голые ветки деревьев Прикрытые немножко снегом Не располагают Такому нововведению в питании Ну если вы Не убежденный вегетарианец И не находитесь На этой системе питания уже Однако даже зимой Или весной В достаточных количествах Присутствуют цитрусы Практически круглый год Есть яблоки Не считая того Что есть у многих Замороженные ягоды Фрукты Либо в домашнем холодильнике Либо в супермаркете Можно использовать Домашнюю консервацию Вариантов на самом деле Множество Выбор зависит Часто от вас Но не всегда от вас Зависит еще От вашего Состояния здоровья И об этом вы узнаете Прямо сейчас Что вам дает Такое изменение Рациона питания Фрукторианство Содержит Достаточно много Клетчатки Для очищения Всего желудочно-кишечного Тракта А это Напомню Самый населенный Микроорганизмами Орган вашего организма А также Потенциальное место Развития Некоторых вирусов Вы уберете В этом самом Грязном месте Своего организма Потому Как это Потенциально Самый большой Источник Интоксикации В естественных условиях А также В этих условиях Могут развиваться В случае развития Дополнительных Инфекций Ситуация может Осложняться Также Такой Рацион питания Такая система питания Как фрукторианство Это Прекрасный источник Чистой воды В свежих Замороженных плодах В домашней Консервации Ну которую Лучше использовать Конечно не в чистом виде Если это не компот Если это Варенье Джемы Повидло Их лучше разводить Чистой водой И употреблять В таком виде Потому как На такой воде Не только Ваши почки Будут работать Лучше Как основной Орган очищения В случае Вирусной инфекции Но и весь организм Ведь он Одновременно Получит Много Легко извлекаемой И быстро используемой Энергии В виде простых Сахаров А также Органических Кислот Появление которых В организме Большинство вирусов Не любит В кислой среде Они очень тяжело Развиваться Им плохо И это большой плюс А энергии Органические кислоты Содержат Ну чуть меньше Чем простые сахара Ну как в растениях Вначале Образуются кислоты Из которых Потом Образуются сахара В организме человека Идет обратный процесс Сахара разрушаются Появляются Органические кислоты Которые дальше Потом Расщепляются С высвобождением Содержащейся в них Энергии И для усвоения Фактически И сахаров И органических Кислот Не важно Состояние Пищеварительной Системы Они усваиваются Легко и просто Но Есть один Основной Ограничитель Состояние Желудка Двенадцатиперстной Кишки И поджелудочной Железы Потому как Если грипп возникает На фоне обострения Гастрита Гастроденита Панкреатита Очень неблагоприятная Комбинация Поэтому Важно В подготовке гриппа Перейти на более Правильное питание Видео Консультация Врача диетолога Есть на моем канале Вы можете его просмотреть Легче сделать Если вы подписались На канал Но это Очень важный момент Если у вас есть Вы знаете Про эти диагнозы Они вас периодически Тревожат Пощадите Свой желудок Потому как В случае развития Гриппа У вас Будет стоять Ограничитель Если Эти диагнозы У вас Скажем так Не в состоянии Ремиссии В состоянии устойчивой Ремиссии Или не дай бог Обострения Это лучшая система Питания Но если у вас Вы не можете Справиться С этими проблемами С этими диагнозами Да У вас все равно Есть выход И о нем расскажу Чуть чуть позже Что же делать Если вы не успели подготовиться И грипп все таки Возник на фоне гастрита Либо панкреатита В этом случае Да У вас есть вариант Использовать домашнюю консервацию Просто вы должны готовить В виде киселей Да Используйте Кратмал Он защищает Слизистую Желудка Мягче Идет раздражение Для поджелудочной Железы И в принципе Вы можете использовать Эти продукты Фрукты Можете использовать Ягоды Для того Чтобы поддерживать Свой организм В случае развития Вирусной инфекции И вы можете Применить Такую систему питания Под названием Лечебное голодание Но Не нужно экономить На воде Воды должно быть Достаточно много Вода должна быть Чистая Но Вода не просто На входе В организм Должна быть Очень принципиальный момент Вода должна Успевать Быстро всасываться В кровь Поэтому Используйте вы Фрукторианство Либо Лечебное голодание В зависимости От состояния Вашего организма В любом случае Вы получаете Прекрасное очищение Своего организма А если Используйте Можете По состоянию Желудка И поджелудочной Железы Использовать Фрукторианство То оно поддерживает И высокий тонус Обмена веществ Давая вам Новый заряд энергии В виде Как минимум Простых сахаров Органических кислот Которые находятся В этих продуктах питания Да Там есть Небольшое количество Белка Но его можно Проигнорировать Оно достаточно В небольшом количестве Находится И на основную ситуацию Не повлияет В такой ситуации Вы находитесь В ожидании Того Что произойдет Но не в пассивном Ожидании Что произойдет Вы активно Сопровождаете Эту ситуацию И при такой Системе питания Самое важное Не блокируется Пищеварительная система Что позволяет Обеспечить Максимально Возможный Для вас Темп всасывания Жидкости В кровь А это очень важно Потому как Что происходит Дальше Ну если это Реальный грипп И температура Прошла Выше 38 градусов То очень важный момент Жизненно важный момент Я бы сказал Скорость всасывания Воды в кровь Опять таки Акцент сделал Не поступление В желудок А именно Всасывание В кровь Ну как Только в этом Случай Обеспечивается Максимально Высокий Темп Обеспечение Водой Различных Систем В вашем организме И вода Для этого Должна поступать В умеренно Теплом виде Почему только В таком виде Я расскажу Прямо сейчас Почему только Теплая вода Подходит Просто горячая вода Может спровоцировать Легко Патагонный эффект И нарушить Очищение Крови Очищение организма Просто Через почки В равном количестве Воды Удаляется Значительно больше Токсинов Чем через кожу А испарение Воды через кожу Снижает И температуру А это Снижает И общий иммунитет Потому как Как только Температура тела Выше 38 градусов Это Природный Ваш Естественный Антибиотик Широкого спектра действия Избивать Такую температуру Ни в коем случае Нельзя И нужно Правильно контролировать Правильно Сопровождать Потому как Это Один из индикаторов Того Как протекает Инфекция Насколько вы ее Правильно сопровождаете Об этом я скажу Чуть позже Но это Не основной индикатор Все Ориентируются На температуру А какая у вас Температура А нужно задавать Совершенно другой вопрос Об этом я расскажу Чуть позже А вот При правильном Сопровождении РИПа Кожа будет Красных оттенков На ощупь Влажная Но Без явного Пота Отделения Не нужно Выжимать Из себя Пот Это не плюс Это минус Вы теряете Больше воды И очень Неэффективно Если вы Используете Воду В холодном Виде Она не поможет В охлаждении Вашего Организма Просто Не способны Вы выпить 3-4-5 литров воды В сутки А масса Тело Какая Она в 20 раз Больше потребности В воде И при таком Относительно Небольшом Поступлении В организм По сравнению с массой Тело Холодная вода Проходя В области горла Там где сидит Инфекция Снижает местный иммунитет Вы Убираете Из Активности Вашу иммунную систему В этом случае Снижение местного иммунитета Приводит к тому Что И вирусы Проще Им проще Активничать В вашем организме Но Самая большая проблема Не в этом Вы Создаете условия Для развития бактерий А есть очень такое Крылатое Сказал бы Выражение Что вирусы Только создают условия Они объявляют приговор А в действие приводят его Именно бактерии От бактериальных Осложнений Самые опасные Они В данном случае Потому, как С бактериями Еще сложнее бороться Чем с вирусами Поэтому Снизить иммунитет В начальных отделах Органов дыхания Холодная вода Может И обострив Фаренгит Рахид Проложить дорогу Любой инфекции Вглубь дыхательной системы И это произойдет Очень легко Поэтому Питье Всегда только В теплом виде И небольшими Глотками Вот какой Источник жидкости Предпочтительнее Да Конечно Это может быть просто Вода Фактически Вы опять таки Переходите просто На лечебное голодание Я его Не поддерживаю Но в некоторых ситуациях Да Это выбор Это вариант выбора При липе Это вариант выбора При остром панкреатите Это вариант выбора Еще есть несколько заболеваний Когда Да Лечебное голодание Помогает В коротком периоде Времени Оказать максимально Эффективную помощь Но Вода в теплом виде Она может спровоцировать Желчегонный эффект Кушать нельзя Печень работает Кровь тоже очищает Желчи накапливается В желчном пузыре И теплая вода Может спровоцировать Сброс желчи В кишечник Если она пойдет По кишечнику Будет легкое послабление Это плюс Если она зайдет в желудок Он может вызвать тошноту Особенно у тех У кого есть рефлюкс То есть рефлюкс гастрит В этих условиях Может обостриться Поэтому Если позволяет Опять таки Возможности Желудка Поджелудочной Лучше если Во время гриппа Будут все таки фрукты Цитрусы Разведенные в воде Повидло Варенье Может быть мед И это будет Лучший вариант Сопровождение В данном случае Ну а Что делать дальше Я скажу Прямо сейчас Как же правильно употреблять Суточное количество жидкости Каждые час-полтора Примерно равными порциями И на протяжении суток Не на протяжении дня Короткий световой день Не самый лучший Ваш помощник При гриппе А именно На протяжении суток И не полтора Два литра воды в сутки А как минимум В зависимости от Вашей массы тела Возраста И степени повышения Температуры тела А также В зависимости от тех Заболеваний Которые могут Ограничивать Это употребление воды Но об этом Есть мои видео на канале Можете посмотреть Про лечение гриппа Там более подробно Не буду утяжелять Это видео Этой информации Но Очень важный момент Как же правильно контролировать Количество употребляемой жидкости В сутки Очень важный компонент И нужно Знать Эти основные индикаторы Их несколько Первый Очень важный показатель О котором практически Ну я Крайне редко слышу О том что Именно на нем делают акцент Это количество Выделяемой за сутки мочи Его Практически Не озвучивают А зря Этот показатель Пожалуй Самый важный За сутки У Обычного человека В обычных условиях Должно быть 5-6 мочеиспусканий Полноценных При гриппе Хотя бы 3 И очень важное Это утреннее Вот если Вы утром Проснулись А мочевой пузырь Пуст Это для вас Звонок Это Красная Желтая карточка Для вашего организма Практически Она начинает Краснеть Потому как Это говорит о том что Ночью ваш организм Не просто высыхал Он просто выжат Как лимон Он пустой Если вы Немедленно Начнете оказывать себе Правильную помощь Это говорит о том что Вы ночью спали Вместо того чтобы Каждый час-полтора Проснулись Выпили Стаканчик какой-то Жидкости Или просто воды И спите себе дальше И отдыхайте Ну сколько это возможно При гриппе Потому как О чем Говорит Отсутствие Мочеиспускания Это говорит о том что Воды употребляется Мало Жидкости мало Кровь Относительно Высокой Вязкости И Вероятность осложнений Высока Если у вас 2-3 мочеиспускания Есть Хороших Должно быть лучше 3 То это говорит о том что Жидкости Вы употребляете В достаточном количестве Кровь Относительно Низкой Вязкости Нагрузки На сердце Она Минимально возможная В этих условиях Воды хватает На очищение крови То есть почки работают Почки Сбрасывают токсины И очищают вашу кровь Потому как При нехватке Жидкости В рационе Ваш организм Этой системы Пожертвует В первую очередь Перегревание Для организма Более опасно Чем Интоксикация И организм Эту систему Первой Пожертвует И дальше у вас возникнет Необходимость Контролировать Другие показатели Они вторичны В этой системе Но на них делают Акцент все Об этом я расскажу Прямо сейчас Если вы неправильно Сопровождаете инфекцию И количество мочи Снизилось Вот тут появляется Важность Других показателей Это частота Сокращения сердца И температура В этих условиях Температура Если в нормальных условиях При гриппе Температура находится В диапазоне 38-39 градусов Пограничный диапазон Когда вы Не лучшим образом Сопровождаете инфекцию 39-39 с половиной То при нехватке воды Температура Пойдет выше Система терморегуляции Работать не может Сбрасывать Лишнее тепло Не может И разница Начинает перегреваться Параллельно У вас Частота пульса Если в норме Она находится Около 100 ударов В минуту При температуре 30 до 39 градусов То если температура Ползет выше Частота пульса Будет увеличиваться И такой пограничный диапазон До 130 ударов в минуту Чем ближе к этой цифре Тем хуже Сопровождаете Инфекцию И это Ситуация Пограничная Когда Ваш организм Может в любой момент Пойти еще Дальше Потому как Неудаляемые В таких условиях Токсины Действуют На все Без исключения Органы Система детоксикации Работа почек Она нарушена И чем выше Ваш уровень активности Тем более Негативное Токсическое действие На весь ваш организм Эти токсины Будут оказываны Всегда страдает сердце Оно даже При строгом Постельном режиме Когда все органы У вас отдыхают Оно не может Перейти в состояние Покоя Оно вынуждено работать И чем выше Температура тела Тем выше Частота Сокращения сердца А напомню вам Физиологию При пульсе 60 ударов в минуту Систола сердца Это одна десятая И девять десятых Восстановления При пульсе 120 ударов в минуту За ту же минуту Сердце работает Две десятых секунды То есть Одна десятая секунда Работы И четыре десятых секунды Восстановления То есть При пульсе Иными словами При пульсе 120 ударов в минуту Время на восстановление Вашего сердца Сокращается в два раза И вот здесь Восстановление Работа интенсивная Полно токсинов Вот здесь Уйти от токсических Осложнений Достаточно сложно И вот эта Явная опасность Она усиливается При дальнейшем Повышении Температуры И частоты Сокращения сердца И в этих условиях Тут уже нужно думать Что делать Потому как Опасность со стороны Органов дыхания На таком фоне Не может возникнуть В любое время Просто пока Образующиеся В органы дыхания Слизь Еще достаточно Жидкой То есть Воды хватает Чтобы слизь была жидкой Проблема не видна Однако В любой момент Вязкость слизи Из-за нехватки воды Может стать Чрезмерной Ни аускультативно Ни Какими-то другими Методами Определить это Невозможно Слизь образуется Глубоко В легких И залезть туда Забраться в эти Отделы органов дыхания Сегодня Невозможно Вот эта густая слизь Перекрывает Не крупные бронхи Нет Она перекрывает Мельчайшие бронхи Прямо около львел И дыхание Практически полностью Становится невозможным Острая дыхательная Недостаточность Развивается Практически внезапно В течение Может каких-то Минут Десятков минут Если это произошло Не в стационаре Где есть аппарат Искусственного дыхания Человек может просто Задохнуться Поэтому Когда вы понимаете Что Вы не самым лучшим образом По каким-то причинам Сопровождаете Эту инфекцию Да В этом случае Карета скорой помощи Вы едете В специализированное Учреждение Где есть специалисты Которые могут Оказать вам Эту помощь И чем ближе В данном случае К ним находитесь Тем больше вероятность Что эта помощь Будет оказана Вовремя Ну а что делать дальше Я расскажу Прямо сейчас Поэтому Если при уменьшении Количество мочи Вы постепенно Не увеличили Количество воды В своем рационе Любым путем Это безусловно Плохо Хуже Если вы этого не сделали При повышении Частоты сокращения сердца К 130 ударов в минуту И температуры За 39,5 А там возможно Разные варианты Потому как в этом случае Опасные для жизни Осложнения Могут возникнуть Практически в любое время И решение о месте И объема Оказываемой Вам помощи Должен уже принимать врач Однако я надеюсь Что вы все таки Правильно сопровождаете Такую коварную Инфекцию Как грипп Наберите на моем канале Лечение гриппа И можете просмотреть И другие видео На эту тему Тема опасная Поэтому я С разных сторон Пытаюсь ее осветить Чтобы в конце концов Вы понимали Потому как только Сознательное Выполнение Тех или иных Рекомендаций Приносит Ощутимый результат А вы не понимаете Зачем нужно пить воду Ну не хочется Пить воду Невозможно Уговорить ребенка Вы ставите перед собой Такую Нет Ребенок капризничает Конечно капризничает У него полно токсинов В организме Ему плохо Интоксикация головного мозга Ребенок На своем уровне Осознание Проблему Не может понять Степень ее опасности Вы можете ее ценить И это ваша задача Каким путем Каким образом Напоить ребенка Танцуйте перед ним Любые танцы Читайте ему любые сказки Уговаривайте его Каким образом Только без стресса Без крика Без плача Не нужно этого делать Ребенок сам должен Захотеть Пить эту воду Пить различные Компотики Чтобы Его организм Мог иметь возможность Охлаждаться Вот тогда Это будет приносить Реальную пользу Насильно Насильно Внесенный в организм Ребенка Или взрослого человека Взрослые люди Часто еще хуже Чем дети Вот не хочется И все Понимать нужно Что это нужно Прежде всего для него Не для кого-то А для него лично Вот тогда Будет больше пользы От оказываемой помощи Ну и меньше Вероятность осложнений Ну а на этой Позитивной ноте Я это видео Буду заканчивать С привычным Подписчиком моего канала Словами Крепкого вам здоровья И разумного к нему Отношения И пока вы думаете Кому отправить ссылку На это видео Каким способом Поставить лайк Я подумаю Какое еще видео Написать на эту тему Для вас До новых встреч на моем канале Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!